Ребят, всем привет! Я рада вас приветствовать на своем новом канале. Это будет первая вид. А мы поехали во влог. Так, засыпаем овощи, начинаем их обжаривать. И это замороженная заготовка, пакетик маленький на две порции. Ну, очень удобно, когда ты куда-то торопишься, быстренько высыпал, пожарил и сделал просто вкусную яичницу. Такой завтрак у меня получился. Обычно предпочитаю другое, потому что яиц у меня как-то не очень. В общем, редко я их е. Докторскую колбасу обожаю. Гранат высоко обожаю. И включила новый сериал «Женщина Халк», но не уверена. Я, конечно, такое нечасто смотрю. Ребят, сейчас мы будем одеваться. Мы все уже отвыкли от холода. Не знаем, что это такое. Но сегодня, 1 сентября, напоминаю. И сегодня холодрыга. И я думаю, что уже надо запасаться теплыми вещами. Возможно, сегодня, после всех дел, я смогу забежать в магазины и, может быть, отсниму какую-то одежду симпатичную. Посмотрим. А сейчас я оденусь. Оцените мой лук. Мне кажется, я уже разлучилась. Постоянная жестикуляция этой рукой. Но это привыкнете. Ничего страшного. В общем, одеваюсь. Одеваюсь как могу. Как могу тепло. Так, ну что. Наверное, так будет прохладно, поэтому придется одеть свитерок на себя, а не сверху. Вот так, конечно. Я любитель таких луков, расслабленных образов. И, кстати, джинсы купила в H&M вчера, между прочим. Очень крутые. Прям суперские. Кстати, еще ценим, даже не оторвала. Цена 2.300 на минуточку. Соответственно, этот топ тоже H&M. Это все покупалось в авиапарке. И этот свитерок мужской, он тоже из H&M. То есть у меня Total H&M получается. Тапочки метра. Вот. Значит, достаточно бюджетный, да? Оно выглядит. Посмотрите, как шикарно. Этот шнурочек я вообще отдельно от других джинс слила. И что мы делаем? Значит, мы достаем новые конверсы, которые ждали своего часа. Я думаю, сейчас будет просто шикарно подходить. Сейчас я одену и полностью вам лук сниму. Ну что? Вот и полный лук. Сумочка. Сумочка манго. Но я думаю, что она уже не продается. Как мы знаем, манго работает все еще. Не во всех точках, конечно, но работает. Можете там тоже что-то поискать себе. Вот. Ну и конверсы. Вы посмотрите. Они бежевого цвета. Офигенные. Просто вот я люблю светлую одежду. Больше всего. Планы немножко поменялись. Сегодня, возможно, встретимся с девочками. Вот. После Дэл. Зашла в Стокман. Просто влюбилась. Вообще все очень красивые. Но мне понравились, конечно же, сочетания голубого с розовым. Вообще. 2,990. Этичные тоже. Вот зеленые еще. Зеленые. Офигеть. Я влюбилась. Я теперь хочу вот эту. И вот эту. Вот это прям чисто мое. Очень красивые. Есть еще. Такие. Например, столик. Тоже. У меня какой-то обзор, получается, не на одежду сегодня, а должен был быть на одежду. Прям вообще суперский. Красиво. Все очень красиво. Посмотрите. Шкатулочка какая. Моя цель была дойти до вот этих. Шикарных. И вот этих бокалов. 1390. Очень недовольцово было. Что там. Гроза, посмотрите. Здесь можно такую себе красивую кухню собрать. Реально. Блин, вот эти штучки. Запекать как. Представляем и наслаждаемся. В общем, шикарно. Я вам хочу сказать. Доброе утро. Начинается с завтрака. Я, конечно, вам не каждый день буду снимать. Но здесь я просто хочу вам очень сильно посоветовать. Такой лук фри. И это оказалось нереально вкусно. Ребят, если вдруг у кого-то есть из Икеи такие же баночки. Или вдруг вы знаете, где можно купить. Обязательно купите. Обязательно попробуйте. Это что-то новенькое. Новое в какой-то вкус. Если вам надоели завтраки. Так же, как и мне. Ищите что-то вот такое интересное, чтобы добавлять к блюду. И оно сразу заиграет новыми красками. Реально. Это как будто реклама. И если вдруг кто-то знает, где просто купить вот такой лук. Может быть, не Икея. Может быть, просто другая фирма. Напишите мне в комментарии. Я обязательно куплю. Это очень вкусно. Правда. В общем, всем доброе утро. Какой-то холод, да, начался. Дождь сейчас идет. В общем, никакого света вообще нет. Хотя будто бы там какое-то голубое небо уже просвечиваться начинает. Не знаю. В общем, короче, качество съемки сразу на второй день упало. И я вам сейчас покажу, что я купила в Ичиндем. Значит, это опять огромные джинсы. У меня их уже третья штука. Это мужские. Но они суперкрутые. И качество у них на высоте. Они очень плотные. Вот у меня все три штуки. Такие вообще раньше в Ичиндем джинсы никогда не покупала. У меня вообще не было. Только из Зары. А теперь... Ну, сами видите. Слушайте, я вам сейчас вблизи покажу. Но сначала расскажу про мой лайфхак. Значит, это самый маленький размер был на тот момент. И я такая домой прихожу и думаю, слушайте, но мне либо их все время с ремнем носить, чтобы они не сваливались, либо там с веревочкой какой-нибудь. Но я-то гений. И вот вам уже лайфхак. Значит, ну просто я отношу в ателье, беру вот эту пуговичку, прошу ее, чтобы они вынули и переставили, например, вот сюда. И ничего ушивать не нужно. Я просто беру джинсы и, например, вот сюда на пуговичку застегиваю. Это особо незаметно, что она как бы дальше, чем нужно. Но никто особо внимания реально на это не будет обращать. Все отлично с джинсами. И они не спадают, сидят на бедрах, как и хотел человек. В любом случае, вы понимаете, что это можно сделать абсолютно с любыми джинсами. Я планирую три штуки джинс своих отнести в ближайшие дни в ателье, потому что уже хочется в них нормально ходить. И вот, чтобы мне, значит, ушили пуговичку, и они будут вот так сидеть. Вы представляете? Я просто реально гений. Я рассказала вчера подружкам, они такие, да-да-да, мы тоже так теперь хотим сделать. Показываю вблизи. Реально материал очень плотненький. И выглядит достаточно дорого. Я вообще обожаю серые джинсы. Но это единственные джинсы новые, которые с правильной серой расцветкой, которые я всегда хотела купить. Вы понимаете? И нигде никогда их не могла найти. Вот именно такую прям расцветку. Вот это как в моей голове. Мечта. Просто они очень крутые. Ну и что? Скажите, что крутые реально. Это мои теперь любимые джинсы. Что, значит, ещё хотела сказать. Значит, с девочкой мы вчера встретились. В магазины за верхней одеждой не ходили. Только в H&M. Всё, что я видела мимоходом, мне ничего не понравилось. Поэтому я не стала ничего снимать. Плюс мы были нацелены уже больше на разговор, чем на покупки. Я, конечно, там походила по Стокману. Думаю, может быть, в Стокмане что-то есть. Я там никогда особо ничего не покупала. Но вдруг тоже, о которой курточка такая стёганая была, когда-то хотела примерить, вам снять. Её вообще не было в наличии. Ну, никаких цветов. Что-то всё раскупили. Собственно. И, кстати, знаете, чем я сейчас буду заниматься, пока у меня есть свободная минутка? Я сейчас ещё померю для вас юбочку, которую я купила в Лав Репаблик ещё в августе, наверное, в середине. И у меня просто руки не доходили её подрезать по длине. Сейчас я с вами этим займусь. Настрою камеру, поставлю вас в штатив и буду с вами отмерять, отрезать юбку и показывать до и после. А, кстати, ну, как всегда, я забывашка. Значит, цена джинс 2,299. Вот так вот. Так, я вернулась уже в юбке. Вот это юбка Лав Репаблик. Возможно, вы её могли видеть в Инстаграм у кого-то. Мне она тоже очень понравилась. Я за ней охотилась. Пришла в Лав Репаблик и ухватила последнюю. И оказалось, что я её как раз хотела, чтобы был виден животик. Она оказалась на размер больше, чем мне нужно. И села идеально. Вот мне так отлично просто. Но, соответственно, длина у неё увеличилась. Поэтому сейчас мы будем как-то красиво подрезать, чтобы не испортить её и длину не испортить, чтобы смотрелась она точно так же, как если бы вот. То есть вот такая длина, по идее, должна остаться. Будем пробовать. Не знаю, как я сейчас, конечно, так отмерять буду. Ну, посмотрим. Так, ну что, я отмерила. Значит, длину где-то у меня выходит 5 сантиметров нужно отрезать. И, надеясь на то, что я ничего не испорчу, я начинаю резать. Ну что, мы начинаем мерить юбку. Ну, я надеюсь, что... Ну что, я не знаю, что... Вот, и так, конечно, она лежит. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, я специально босиком... Посмотрите, как красиво. Ладно, я специально босиком, чтобы понять. В общем, мне кажется, у нас всё получилось. Да, сзади юбочка может быть чуть-чуть. Кажется, покороче, потому что всё-таки попа, она на неё ложится и приподнимается снизу. А здесь, наверное, идеальная длина, я думаю, потому что она до этого вообще волохалась. А теперь прям как раз можно одевать кедики, любимые. Или пушочки вот эти. Блин, я хочу уже на улицу такие тапки, хочу по улице таких гонять. Прикольные. А, вот, ребят, ладно, пошла я заниматься делами. Кушаем тортик и смотрим старый фильм афера Томаса Крауна. Чувствую, как это эпик будет. Держи, держи. Боже, вот это самое... Она, видишь, пытается подчеркнуть. Поднять железочку, чтобы эта штука не выстрелила. Я тоже, будь, так делаю аккуратно, это очень страшно. Вот, теперь сейчас нормально. Снимай же, уже ничего не будет. Ну нет, она может полиции. Мы такие... У-ху! О! У-ху! У-ху! Держи. Красота. Профи. Я, кстати, не нашла, где вспышка. О! Куда мы едем? Не знаю. Неизвестно. Ладно, в следующем кадре будет и Том, куда мы приехали. Случайное включение среди ночи. Полчаса прошло с первого видео. Все устали немножко. Я не знаю. Но Алена не устала. Мы тут случайно на день рождения залетели. Давай, Ален! Так же, как все! Ночью решили поехать в Макдональдс в воскресенье после этих выходных. Сейчас поедем на речной гулять, да? Ну где же там заказ-то? Где? Кофу взяли. Не дождемся мы заказа. Все. Вот. Моя прелесть! Моя прелесть! Здесь только чизбургеры. Мы решили не налегать на вредную еду. Саша в детстве мог съесть два чизбургера за 40 секунд. Жуя их и проглатывая, и потом все. А давай сейчас попробуем. Саша. Он стесняется. Ладно, он просто не любит, когда я что-то снимаю. Нам, короче, прислали фотографии. Мы были на Панктусе. Нам прислали фотографии наши, которые на пленку делали. Такие смешные. Она смешная пиклит. И Настя выглядывает. Круто на улице просто дубак какой-то невероятный. Здесь еще у воды мы гуляем. Здесь еще холоднее, естественно. Мы, конечно, не знали, что до холодно, но не думали, что настолько холодно. Настолько сильно холодно. И вот мы думаем, что погуляем здесь еще недолго и поедем домой. Потому что уже нужно доставать шубы. Реально. Я, кстати, еще придумала, что можно сделать из шубы. Но этого не существует еще. Этого никто не делал. Вот. Если я расскажу, то точно кто-то это сделает. Поэтому этим секретом я не поделюсь. Если у меня будет возможность воплотить это в реальность, то одну штуку я могу сделать неверную себе. Вот так. Это мой интересный даже. Смотреть. Красивенько. А там кафе очень крутое. Очень красивое. С пальмами. Вот летом там все шикарно сидеть. Смотреть на воду, на трещал. Куда пойдем? Нихуда? Вниз. Вот. Короче, ну, вот речной, да. Я, ну, Саша, очень любим здесь гулять. Но в последнее время он стал каким-то реально вокзалом. Потому что это в прямом смысле речной вокзал. И здесь уже, конечно, толпы людей с чемоданами ходят. Уже так не особо приятно. У меня тут на лавочках даже здесь. Потому что я понимаю, какое количество в день человек на них пересидело. Ну, такое. Вот. Ну, в общем, что, выходные такие бурные были. Голова у меня сегодня болела целый день. Больше беллини с шампанским пить? Нет, не буду. Ну, и все. Пойдем домой. И не знаю, кстати, буду ли я продолжать на следующей неделе с понедельника снимать что-то. Может быть, уже из того материала, который я наснимала, уже можно что-то сделать. Какой-то влог. Я бы смотрела так без редакции. Там минут тридцать, наверное, выходит уже. Мне кажется, для первого раза это нормально. Ну, посмотрим. Ну, все. Спокойной ночи. Да, Саша? Пожелай спокойной ночи. Спокойной ночи. Разговорчивый человек оказался. За мной приехали. Сейчас поплыву. Саша говорит, не смешно. Всем доброе утро. У меня просто для меня шикарная новость. Саша вчера... Мы подмерзли, вот когда гуляли, и я уже ничего не снимала. И Саша, ему пришла в голову идея поехать в Минск где-то в ноябре. Конечно же, я поддержала его идею. Это просто шикарно. Мы уже не путешествовали где-то с начала лета. И мы в Минске не были никогда. Конечно, я туда никогда не хотела. Но, увы, к сожалению, в новых реалиях в целом достаточно сложно куда-либо съездить. Ну вот, и мы выбрали такой вот путь. И причем на машине. Для меня это двойное удовольствие. Потому что я обожаю путешествовать на машине. И в зависимости от того, сколько часов ехать. Естественно, мы хотим взять с собой друзей. Мне кажется, будет шикарное просто путешествие веселое. И плюс к тому, что я обещала, что буду снимать все время влог. Я это стараюсь делать каждый день. Очень себя пытаюсь пересилить. Иногда получаются паршивые кадры. Но ничего, мы только начинаем. Учимся на ошибках. Вот. Так что я уже в предвкушении ноября. Сейчас будем начинать мониторить квартиры, апартаменты. Мы почему-то в путешествиях больше любим снимать апартаменты, а не отеля. Не знаю. Так как-то комфортнее. Вот. И будем, значит, называть наших друзей. И вперед. Вот. А еще я иду с покупочкой. С удачной покупочкой. Сейчас я вам тоже померяю, что я приобрела. Я, конечно, давно эту вещь хотела. И вот только сейчас я ее нашла. В общем, я очень рада. Очень-очень. Всем здрасте. Еще раз. Я уже с покупкой. Не люблю Wildberries, но, к сожалению, только там продается дар. Поэтому, если я что-то вижу, что мне действительно необходимо, конечно, я заказываю. На улице холодно, но я в футболке, в леггинсах и в этом теплом пальто. Twelve Stores. И в нем, конечно, нормально. То есть оно прям теплое. Все. А я приехала. И срочно пойду вам снимать Wildberries. Просто шикарный. Смотрим. Это, короче, бычья кожа. Это Zara Man. И что удивительное, я вам сейчас покажу цену. Сначала покажу сзади. Очень крутой. Такой достаточно минималистичный. Потому что я не люблю вот это все пестрое, когда... Ну, что вам сказать. В общем, в Zara очень-очень выгодно всегда было покупать кожаные куртки, кожаные изделия. Потому что они не такие дорогие, как, например, в российских брендах. Я смотрю, там кожаные куртки, какие-то косухи. Я... Те, что покупала в Zara, они стоили, типа, максимум, там, тысяч 15. Даже, по-моему, 15 не стоили. А сейчас у нас в российских брендах куртки от 70 и до 400, что-то в этом духе. Я в шоке. Ну, я, конечно, знаю, что натуральная кожа – это хорошо. Вещь прослужит очень долго. И многие говорят, лучше купить одну дорогую. Слушайте, но если есть возможность реально заказать там из-за границы, в Zara через Байера какую-то кожаную вещь, лучше это сделать так. Потому что, ну, я не считаю нужным правильным тратить такую кучу денег на кожаную куртку. Не знаю. Слушайте, меня вполне все устраивает. Я всю жизнь одевалась в Zara, кожаные вещи покупала. И они до сих пор мне точно так же хорошо служат. Я думаю, как и супердорогие какие-то бренды. Сейчас я вам покажу поближе. Здесь такая вышивка. Это все вот эта кожа. Да, вроде. Сзади тоже вышивка. Такая-то из ниточек. Ну, очень хорошо и качественно вообще. Просто плотненький такой. Внутри есть кармашек. Здесь есть кармашки. Такие резиночки вот эти вот. Они тоже такие качественные. В общем, самая фишка, которую я вам сейчас покажу. Будет следующий кадр. А теперь смотрим, значит. Цена Zara 14 тысяч. А на Wildberries сейчас она продается за 10. Я была просто в шоке, потому что я хотела этот бомбер давно. Я его мерила еще до того, как Zara закрылась. Но очень сомневалась почему-то. А естественно, когда она закрылась, я сразу поняла, что мне срочно нужен этот бомбер. В целом, я на Wildberries периодически смотрела, есть ли там что-то нормальное. И бомбер этот я только увидела вчера. Вчера мне его Саша купил. И сегодня он уже мне пришел. В общем, ребята, я в полнейшем восторге. Я очень рада. Все действительно. Ну, для 10 тысяч рублей, честно, советую покупать в любом случае. Потому что очень качественно. Кожа мягкая, приятная. При этом стоячая. Состоячая. Я не знаю, вот вам доказательства. Но это правда. Кожа. Кожа буйвола. Тут написано обычно. Всегда пишут бычья кожа. Вот размер S из всех у меня. Мой рост 1,67 м. Мне прям идеально подошло.